Республиканская акция «Наши дети» стартовала на Брещене еще в начале декабря. В соответствии с решением областного исполнительного комитета во всех городах и районах до 15 января включительно проводятся благотворительные концерты и театральные представления. Всего порядка полутора тысяч мероприятий, в которых уже приняли еще примут участие около 200 тысяч юных жителей Брещены. Поздравляли с Новым годом и Рождеством и представителей подрастающего поколения Ленинского района города над Бугом. Акция «Наши дети» продолжается и сегодня наше особое внимание деткам, которые остались без попечения взрослых, деткам-сиротам, детям из многодетных семей и детям, которые имеют особенности развития. Сегодня здесь, в нашем театре, мы собрали мам, деток на новогоднее представление, настоящий Дед Мороз. Мы хотим сделать праздник, праздник для всех, и именно эта категория больше всего в этом нуждается. В конце представления все детки получат сладкие подарки благодаря предприятиям, организациям и неравнодушным гражданам нашего города. В преддверии зимних праздников мальчишек и девчонок, жители Ленинского района, по доброй традиции, приглашают на новогодний районный праздник. В его программу входит театральная постановка, хоровод вокруг красавицы, елки и, конечно, подарки. Все это создает необходимую атмосферу сказки, в которую с удовольствием окунаются юные брещания. Такие дети обычно лишены такого праздника. В доме семейного типа это проходит по-другому. Елка, семейный праздничный стол с мамой и с папой. Такой праздник мы пока впервые, потому что наш дом еще пока новый, только в этом году первый раз мы идем на представление. Поэтому пока не могу сказать впечатлений, но уверена, что детям понравится. Они очень ждут Деда Мороза, каких-то чудес, елку. Это всегда детство. Без этого, наверное, детства не бывает. Детям это интересно и надо все время такое. И с каждым годом все интереснее, интереснее, да? Да. Тебе нравится ходить на такие мероприятия? Да, мне нравится. Мы как бы второй раз, не то, что там совсем мы там каждый год. Ну, это второй раз нас так приглашают на мероприятия. Ну, я считаю, что перспективно, продуманно, как бы так. И детям это надо. Тем более детям, которые с ограниченными возможностями, им это нужно. Активное участие в проведении мероприятия традиционно принимают организации предприятия областного центра Брещины. Свой вклад в общее дело внесли Беларусь и Белорусский союз женщин. Традиционно, как и в конце декабря, вот в этом заведении, так и в течение года всегда оказывают поддержку деткам из неблагополучных семей, деткам-инвалидам. Ну, вы же понимаете, что помощи, особенно детям, много не бывает. Поэтому мы всегда с большим уважением, с большим трепетом хотим подарить частичку тепла от нас, от взрослых, этим детям. Вся общественность подключается к этой замечательной акции. Ну и, конечно же, мы понимаем о том, что дети уже ждут эту акцию. И это очень важно. Главное, чтобы сегодня не остался без внимания ни один ребенок. А тем более в канун праздника Нового года нам, взрослым, очень приятно видеть эти искренние детские глаза, ихние улыбки, ихнюю радость, ихнее удивление от тех чудес, которые мы им делаем. «Елка» – важный, но не единственный пункт в списке мероприятий, который в новогодний рождественский период организуют специалисты Ленинской администрации. Подарить частичку тепла, поздравить с праздником и поднять настроение. Они стремятся к как можно большему числу маленьких брещан, которые наверняка от праздника ждут чудо и волшебства, как никто другой. Для меня Новый год – это радость, новые приключения. Деду Морозу я верю, и подарок я хотела бы – картину по номерам. Новый год – это когда все поздравляют и дают подарки друг другу и желают счастья. Праздник мой любимый – это Новый год. Анастасия Мелешкивич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемантович, телекомпания «Буктовая».